Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Я сегодня начинаю новый влог. И еще не смонтировала. Я, конечно, планы себе не пишу. И только потом вспоминаю, что нужно сделать. Итак, я закончила наконец-то заказ, но еще не полностью. Решила быстренько вам показать. Буду сейчас пришивать маленькие игрушки. И в правую лапку каждого из кротят. Значит, шесть кротят у меня готовы. Это кротята, которые будут подвеской для фигурки дерева. В общем, на веточках они будут висеть. И, конечно же, этот заказ меня натолкнул на мысль, что я хочу попробовать сделать подвеску маленькой игрушки. Дело в том, что я вообще первый раз такое делала. Конечно, можно ниточку использовать, чтобы было проще. Как-то там ее зафиксировать на узелочек. Но я использовала леску для бисера. И ее зафиксировать тяжело. То есть ее нужно специальными зажимочками фиксировать внутри игрушки. И поэтому, пока я над этим работаю, у меня идея сама нравится. Потому что такую игрушечку можно использовать и как подвеску, и как брелочек. В принципе, потом, да, можно сделать просто как шарник. То есть вставить колечко. И вот как для брелоков используют игрушки. Но тут у меня немножко другая идея родилась. Я думаю, что в этом влоге вы увидите осуществление этой идеи. Я буду вязать чебурашку нового героя. Буду вязать его на подарок. И буду делать вот с такой вот петелькой. Для чего я это буду делать? Потом вам покажу уже в готовом изделии. Расскажу, какая у меня такая идея родилась. Но пока что это будет единственный такой экземпляр. Для очень дорогого мне человека, который стал в последнее время. В общем, хочу сделать подарочек. Потому что время мчится. Уже практически неделя февраля промчалась. Я даже не заметила, как это быстро пролетело. И к кротам я связала 6 игрушек. Каждый в лапку буду вставлять. Давайте я вам все вместе покажу. Уже не буду я своими большими пальцами крутить, показывать вам эти игрушки. Я думаю, что вы в шотах на ютюбе увидите их. Я по отдельности там покрутила. Размеры показала. Значит, размеры у всех этих игрушек полтора сантиметра. Я делала специально маленькие. Потому что прошлый заказ с кротами были... Кроты были больше связаны. Они были из ириса крючком 0,7. А эти связаны из Yernard Canaris крючком 0,6. И, соответственно, они меньше по размеру. Плюс я их не очень сильно набивала. Мы знаем, что когда очень сильно игрушку набиваешь, размер ее увеличивается. За счет того, что очень сильно растягивается полотно. Они-то плотненькие у меня получились. Но можно было еще больше набить, чтобы еще каменнее стала сама игрушка. Но я не вижу в этом смысла. Большие игрушки, да, надо очень плотно набивать. Потому что они со временем, когда их жмякаешь, с ними обнимаешься. Конечно же, наполнитель сбивается. И появляются какие-то пустоты. Здесь же такого не происходит. Потому что игрушка сама по себе очень маленькая. Вот. И вот так вот это будет выглядеть. В лапки я буду давать. Значит, казалось бы, что вяжутся эти игрушки побыстрее. Но, если честно, я когда делала особенно вот эту вот игрушку. Это сноти, сноти, по-моему, если я не ошибаюсь, называется игрушка. Кукла такая с куклой. А когда я его делала, если вы внимательно посмотрите, здесь полностью все вышито. То есть я ничего не рисовала. Полностью связано и вышито. И на остальных игрушках тоже вышивка. Только глазки клеевые. В прошлый раз я вышивала глаза. Здесь я приобрела очень-очень маленькие глазки. И вот они мне как раз сюда подошли. Я надеюсь, что с Алиэкспресс приедут новые глазки. Мне, ну, сюда вот эти вот, которые на гвоздиках приезжают. Они не подходят. Если вы видите, они не так сильно блестят. Но все равно блеск есть. Вот. И, значит, когда я делала вот эту вот игрушку сноти, здесь очень много вышивки. Тут просто делаешь узелочек, вводишь. Буквально шовчик делаешь. Нужно ниточку прятать. Я, когда вот после этой игрушки встала, у меня очень сильно распалилась голова из-за напряжения в глазах. Так, мне позвонили неизвестный номер. И меня пил. Значит, я буду на эти игрушки повышать цены. Сейчас, секунду, я посмотрю, что я не поняла, что это за вызов был у меня. Ну да, ладно. Так, значит, они будут стоить дороже, чем вот, которые я вяжу размером полтора сантиметра. Давайте я для сравнения вам... Ну вот, самое стандартное, это получается, наверное, мишка. Да, вот если его положить, он прям тут такой выглядит, как громадина большой. Ну вот еще можно с котиком, например. Сегодня опубликовала пост с этим котенком. Вот. Ну то есть, в принципе, эти игрушки подходят для этих игрушек. То есть игрушка для игрушки. Наноигрушка для микроигрушки. Вот. Значит, мне осталось пришить. Я все отфотографировала, все отдельно. Все-таки буду выкладывать их на продажу. Ну, это они будут другой цены. Да. То есть вот эти игрушки у меня дешевле стоят, чем 2,5 размера. Эти будут стоить дороже. Вот. Так. Значит, еще не показала заказчица, но она, в принципе, частично видела этот заказ, как я выполнила. Сегодня уже ей полностью все фотографии отправлю. И вот мне на Алиэкспресс что-то приехало. Я пойду потом смотреть, чего там. Что приехало мне? Сбилось мысли. Мне в Инстаграме девушка написала одна, что понравилось видео с материалами. И хотела бы, чтобы я еще раз сняла материалы для миниатюры. Там, где я показывала свои крючки, ножницы, нитки. Рассказывала какие-то секретики, там, глазки и так далее и тому подобное. И она попросила, чтобы я еще раз такое видео сняла. Но я реально просто не знаю, что еще снимать. Ну, я, наверное, все рассказала там, что могла рассказать. То, чем я пользуюсь. Дальше просто у меня навыки совершенствуются. Ничего у меня не поменялось. Как я набивала пинцетом, так и набиваю. Как я клеила эти глазки, которые на гвоздиках, так я и клею. Как я использовала мулине, так и дальше использую. И я там рассказывала про мулине. Про вот такие вот ниточки, которые тоньше. Это Мадейра. Ну, то есть, я не знаю, о чем еще рассказать. Возможно, просто в видео, если у вас есть вопросы, если я могу на них ответить, я буду отвечать. Вот меня спрашивали про освещение. Я приобрела себе лампу. Она в диаметре. Сейчас я померю, чтобы вам точно сказать. Покупала на Алиэкспресс. 20 сантиметров в диаметре. Это лампа светодиодная. И внутри там есть по центру лупа. Лупы я не пользуюсь, потому что у меня очень сильно идет напряжение на глаза. Когда напрягаются глаза, начинает дыхалеть голова. Я когда вот это вышивала, у меня потом просто жутко болела голова. И я уже не могла ничего делать. Единственное, что могла, это вязать спицами. Покажу вам. Я начала все-таки вязать одежду для куколок. Я очень рада, что вы меня поддержали. Очень многие написали, что нужно попробовать. Не бояться ничего. Нужно пробовать. На этой неделе у меня планы немножко поменялись. В выходные нас пригласили на свадьбу. И я решила сделать небольшой подарочек. У меня уже готовые детальки для одной игрушки. Я буду вязать двух зайчиков. Значит, серого зайчика и белого зайчика. У серого зайчика будет бантик-бабочка на шее. То есть я буду бантик маленький вязать и на шею пришивать. А у девочки будет возле ушек бантик розовый и голубой. То есть это будет такой подарок. И я этот подарок хочу в орешек сделать. Ну, такой дополнительный небольшой сувенир. Понятное дело, что мы там что-то другое будем дарить. Вообще это друзья мужа. Я как бы за компанией иду. И хочу подарить в таком орешке. С одной стороны будет сидеть серый зайчик. С другой стороны белый зайчик. Также я вам сказала, что я хочу чебурашку связать. Вот с такой петелькой. И еще я с одной мастерицей договорилась на бартер. Она меня прорекламирует. Я для нее свяжу несколько игрушек. Вообще мы договорились на одну игрушку. Я буду вязать маленькую игрушку, чтобы размер был полтора сантиметра. Также я свяжу игрушку размером 2,5 сантиметра. И хочу для нее связать еще чехуа-хуа по своему бесплатному мастер-классу, который есть на канале. Кстати, на Кротов есть мастер-класс на канале. Можете посмотреть, вязать, попробовать себя в миниатюре. Игрушка не очень сложная, недолго вяжется. Единственная здесь сложность, это то, что в ряду получается 5-6 столбиков без накида. С этим только могут возникнуть вопросы. Остального здесь ничего нет. Глазки ставятся здесь очень легко. Конечно, я не пишу в каком-то ряду, но я объясняю в мастер-классе, как вы можете сориентироваться для того, чтобы поиграться с расположением глазок в дальнейшем. Ну и давайте приступим к кукольной одежде. Так, значит, у меня здесь вот такая вот прелестная... Ой, нет, не в ту сторону. Вот так вот. Значит, у меня тут еще одна куколка лежит. Я вот думаю, сделать ее или нет. Это с Алиэкспресс. Я не помню, как она называется. Света мне говорила, все рассказывала. Я, как всегда, не запоминаю ничего, потому что все записано. Я могу посмотреть это все в нашей переписке. Значит, у меня есть вот такая куколка Абитсу. 11 сантиметров. Это от СТО Дол. Я ее покупала на Алиэкспресс. Вот Света ее все обшивала-обшивала. Уже несколько нарядов на нее есть. И вот я решила связать. Значит, для начала я вязала вот такую шапочку. В прошлом блоге я рассказывала. Но она оказалась ей не то, что совсем большая. Вот я переплела ее эти хвосты вверх, опустила их вниз. И вроде бы как ничего. Ну, у куколок же разный размер. Но все-таки вот эта шапочка больше подходит под другую модельку кукол. И потом я связала вот такую шапочку Гномик. Мне очень понравилось. И еще связала такой вот комбинезончик. Как видите, здесь, когда вяжешь комбинезончик, все-таки не хватает какой-то маечки, потому что голые плечи. Как бы, да, может быть и так, конечно, но не хватает. Поэтому цвета будет дошивать. И, соответственно, комплект будет выглядеть немножко по-другому. Пока я тут буду вязать, я попробую по своим каналам выставить этот комплект. Может быть, кто-то купит. Потому что я хочу выставить на продажу именно... Давайте мы вернемся назад, чтобы фокус. Выставить на продажу именно с игрушечкой, чтобы можно было, например, вот с таким гусенком. Она выглядит просто идеально. Вот прям гармонично, мне кажется. И по цветовой гамме, и вообще по образу. Ей очень идет. И так как у меня было два моточка таких небольших, одного хватило на один комплект. И второй получился чуть-чуть другой. Шапочка практически одна и та же. Но вот сами штанишки я сделала немножко по-другому. Здесь штанины выполнены резиночкой. Здесь я вязала лицевую гладь. Буквально два ряда последних. Это резиночка один на один. И штанишки выглядят немножко по-другому. Вот. Но смысл остается тем же. И также у меня оставался небольшой моточек. Я решила связать шапочку для Барби. Но у меня не получилось. У меня не получилось для Барби. Не, ну в принципе можно. Вот если так одевать. То есть я хотела резинку, чтобы она заворачивалась наверх. Чтобы шапочка выглядела вот таким образом. Я вот такую еще шапочку связала. Показывала в прошлом влоге, по-моему. И делала сюда помпончик. Если не показывала, вот еще для Барби вот такая вот шапочка. И значит я связала. Посмотрите, как классно смотрится. Она получилась у меня длинноватая. Но шапка Бинни будет на куколках очень модно смотреться. Посмотрите, как классно подходит этой рыжуле. Она просто в этой шапочке идеально смотрится. Мне даже, если честно, наверное, можно оставить себе. Я шучу. Света обязательно дополнит. У нее тоже есть аппетитка. Это аппетит Блайс. И тоже шапочка какой-нибудь. Вот это цвета сшила этот комплект. Посмотрите, как он хорошо подходит. Здесь та же цветовая гамма. И смотрится очень классно. Почему я все-таки решила заниматься куколками. Одеждой для кукол. Потому что я вот, когда вязала эти маленькие игрушки. Поняла, что все-таки глаза мои очень сильно напрягаются. Устают. Когда я вяжу спицами, у меня глаза отдыхают. Я, особенно лицевую гладь, мне не нужно смотреть, выискивать. У меня руки вяжут сами. С игрушками так не получается. Все-таки, особенно когда маленькие игрушки, нагрузка. Я испугалась, когда опять начала болеть голова. Я в прошлом влоге рассказывала про свое похудение. И месяц, получается, у меня не болела голова. Практически месяц. И тут снова заболела. Конечно же, я испугалась. Потому что раньше меня мучили адские боли. Пила очень часто таблетки. Очень много обезболивающих. Чтобы привести свою голову в порядок. И это ненормально, на самом деле. Вот. Так что, буду отдыхать на одежке для кукол. Следующее, что я, наверное, буду вязать, все-таки вывяжу вот эти моточки. То есть, у меня получится два комплекта вот таких. Такой расцветки, они будут другие. Но тоже буду все-таки делать с юбочкой не хочу. Очень классно смотрится именно комбедиком. Возможно, получится еще одна такая шапочка. И дальше я уже буду вязать из однотонной пряжи. Вот, например, я себе тоже подготовила. И буду делать жаккард. Вот у меня остаточки. То, что остались. Остаточки я не убираю. Потому что они будут классно смотреться на жаккард. Мне очень нравится, когда жаккард вот именно с такими ниточками, которые меняют свой цвет. Получается, очень красиво это выглядит. Не нужно какие-то там делать цветочки. Можно просто зигзагами сделать красивый жаккард. И он будет необыкновенно и классный. Вот. Поэтому я буду еще развиваться и в направлении вязания для кукол. И пока что мне очень хочется вот именно такие комплекты вязать. Больше ничего не хочу придумывать. Именно такие. И все. Больше ничего не хочу на данный момент. Так. Всем привет. Я не помню, когда последний раз подключалась. Немножко выбилась тут из графика. И вообще как-то эта неделя получилась такая сумбурная. Решила подключиться лицом в кадр, потому что хочу показать свои покупки пряжи необычные. Давно я не делала таких закупок. Уже, наверное, несколько лет. Вот. Значит, как это произошло. Я вам покажу чуть-чуть. Давайте я сначала игрушки покажу. Значит, у меня связались подарок на свадьбу. Я не знаю, пойдем мы или нет. Потому что у меня заболел ребенок. И, соответственно, все покатилось. Но она сейчас уже выздоравливает. То есть мы еще сегодня посмотрим, как там будет, как у нее будет процесс восстановления. Так. Давайте я вам покажу зайчиков. Зайчики связаны по мастер-классу Анастасии Кирсановой. Вот такая парочка у меня получилась. То есть серенький – это жених. И беленькая – это невеста. И в орешки, которые вот так и закрываются. Они там чмокаются. Вот. И завязывается такой орешек. Так. Я не раскрашиваю орешки прям, чтобы они были там золотые или серебряные. Потому что хочется просто натуральный. Ну и, конечно, это, наверное, проще. Хотя даже не знаю. В общем, мне пока что нравятся натуральные делать орешки. Это первое, что я сделала. Также я продолжаю немножко вязать для кукол. Потому что чувствую, что глаза мои как-то стали уставать очень сильно. Не знаю, что это за период такой. Я думаю, что он пройдет. Немножко мне нужно отдохнуть от игрушек. В прошлом месяце я связала очень много миниатюры. Прям большое количество. И этот месяц начался тоже. Причем с очень маленьких игрушек. Целых шесть были по полтора сантиметра связаны. И это, конечно же, огромная нагрузка на глаза. Поэтому я сейчас аккуратненько с этим. И, соответственно, так как, когда я вяжу спицами, у меня глаза в этом практически не участвуют. То есть они просто контролируют. Нет такого напряжения. То я вот связала еще один вот такой вот комплект. Это уже другой расцветки. Первый был. Я, наверное, вам ставлю фотографию. Так, давайте куколку возле себя. И сбоку с другого ставлю фотографию. Значит, там был более зеленый такие оттенки. Здесь основной цвет идет бордовый. Это остатки от носочной пряжи Happy Fit. По-моему, называется. Газал. Вот. И еще вот я связала здесь. Куколка держит по утенкам. Ой, не утенка, а гусенка. По мастер-классу Анастасии Кирсановой. И еще я вчера связала вот такого вот гусенка. Такого цвета. Так, давайте куколку поставлю. Будет что-то стоять. Так. И вот так вам покажу. Ну, конечно, такую миниатюру, когда я на фронтальную камеру снимаю, не очень удобно показывать. Потому что не хочет фокусироваться хорошо. Зато вообще не видно никаких огрехов. Хоть эта игрушка получилась хорошая. Здесь нет ничего того, чтобы там хотелось поправить. И глазки симметричные. Все отлично. Вот такая маленькая, прям совсем маленькая. Я буду вязать еще двух белых гусят. Потому что одного хочу в свою коллекцию связать. И чтобы было в моей коллекции. А одного хочу отправить. Я договорилась с одной девочкой на бартер. То есть она меня будет рекламировать. А я ей отправлю игрушечки. Вот я думаю, что один комплектик, который я сейчас вяжу, я тоже ей отправлю такой комплект. Потому что она занимается куклами. То есть она переделывает куколки. И вот я хочу ей отправить. Как раз она хочет заниматься вот таким типом куколок. Переходить. Так она вообще Блайз делает. Большие у нее в основном куколки. И вот у меня на спицах, значит, я вчера связала еще один комбинезончик. Он другой получился. Не такой, как на куколке. Потому что идет расцветка немножко другая. И вот вяжу шапочку. Кстати, шапочку вяжу на деревянных спицах. И одну такую спицу 2,25 я сломала. Хорошо, что их в комплекте по 6 штук. Но очень обидно. Наверное, надо выкинуть. А то я положила на память. Не хочется выбрасывать. Ну, обидно. Вот такая шапочка будет. То есть тут у меня больше бордового такого цвета. А в той шапочке сразу начинался практически желтый. Там такой наборный край этим бордовым. Это все, что я вязала для кукол и с игрушками. То, что связано. Также я вяжу дочку Авоську. Вот, кстати, она у меня тут стоит. Потихоньку продвигается. Не очень быстро. И пряжа отличается. Значит, я не знаю, будет ли это видно на камере. Но если посмотреть в эту нижнюю часть, она более толстая и более матовая. А здесь более тонкая. И она прям такая блестит-блестит. Вот. Даже не знаю, какая мне больше нравится. Но опять Авоська, она, когда будет свет, она будет полосатая. Ну, вот разные партии очень сильно отличаются. Также я вяжу носочки потихоньку. И дальше я расскажу уже о своих покупках пряжи. Кто смотрит только игрушки. На этом все. Вот. Значит, когда я сделала свой такой большой заказ, отправила. И, конечно же, меня попросили связать пледы детские. Два пледа. 100 на 100. Вообще просили там 90 на 70, если я не ошибаюсь. Я потом подумала, что я могу такое, в принципе, связать. Просто я показывала свои работы, которые я раньше делала. И там пледы были именно квадратные. 60 на 60 я делала. Тут попросили 100 на 100. И, конечно же, я на радостях полетела сразу заказывать пряжу. А потом через день отказались от заказа. Соответственно, я осталась с пряжей. Но я не жалею, потому что, в принципе, ту пряжу, которую я купила, она мне нравится. И цвета классные. И сейчас я хочу связать себе именно таких цветов большие изделия. То есть какие-то джемпера, кофты, какие-то там и летняя пряжа тоненькая. Возможно, какие-то маечки на лето ажурные. Хочется мне повязать. Потому что вот в прошлом влоге я рассказывала о том, что я сейчас занимаюсь похудением. Тоже на пару вопросов там отвечу. Я надеюсь, что я девочек никак не обидела своими комментариями под прошлыми видео. Но я сейчас, когда люди не на моей волне, очень достаточно так агрессивно реагирую. Когда мне говорят, что то, что я делаю, плохо. Но вот на данный момент я именно... Мне не нравится. То есть я делаю, у меня получается хорошо. Я вижу результат. Когда мне говорят, что все плохо и не надо так делать. Я, конечно, агрессивно на это реагирую. Так. Ну, давайте я вам покажу пряжу. Значит, вот я начинала уже вязать плед. Первый плед это из знака Париж. Я решила выбрать эту пряжу. У меня там был плед голубого цвета, связан из пряжи, которую уже не выпускают. Я забыла, как она называется. Мне на Медвежат присылала эту пряжу пару моточков Оксана с канала Oxymagic. И она пока что у меня лежит. Я как-то в последнее время мишек по своему мастер-классу не вяжу, потому что они получаются у меня большие. Там, если вязать из софти по моему мастер-классу, мишка-подарок, то получается по размеру где-то сантиметров 12-13. Я такие игрушки сейчас вязать не хочу. Но вот возьмусь, обязательно возьмусь вязать для выставки. Я помню про выставку, но я никак не могу взяться. Вот нет желания. Значит, у меня целая боковочка Нака. Я вам скажу цвет. Это стопроцентный акрил. И цвет это 208-й. И еще мне приедет еще 4 мотка. Я заказывала на Wildberries. Я надеюсь, что они доедут, потому что некоторые покупки с Wildberries у меня как-то не идут. Некоторые уже 3 недели я все никак не могу получить. Ну, как-то не знаю. Просто висит хорошо, что я не оплачиваю. Я сейчас... Раньше я всегда делала заказ, сразу оплачивала и ждала, когда приедет. Сейчас я не оплачиваю, потому что вот эта вот гоня... Перегонка денег, не знаю, как это назвать. Туда-сюда. Это когда у дочки прорвались сапоги. Я заказывала на Wildberries. Заказываю, мне возвращают деньги. Я в другом магазине заказываю. Мне опять возвращают деньги. Так что ж это такое? И после этого я перестала оплачивать. Вот приезжает уже на пункт выдачи. И тогда я уже оплачиваю. Вот когда я покупала Нака Париж, я собираюсь себе связать джемпер. У меня сейчас красный джемпер с черной вот этой ворсистостью. Он у меня огромный. И на данный момент я его просто практически не снимаю. Я его обожаю. Мне в нем очень комфортно. Он мягкий. И вот на такую погоду, если не стоять на улице, когда... Ну, такой морозик небольшой. Если двигаться на улице, то тепло. Мне не жарко. Я не потею в нем. Ну, за счет того, что он такой вот свободный. Там постоянно идет циркуляция воздуха. Мне в нем классно. Ну, и так как этой пряжи у меня будет много, на такой большой джемпер я не хочу такой больше вязать. Будет поменьше. Но тоже немножко свободу облегания я буду делать. Я не хочу прям по фигуре вязать. Потому что мне нравится вот эта вот циркуляция воздуха. Когда у меня на тот ушло 4 мотка целых. И еще чуть-чуть от пятого моточка. Для дочек я вязала. У меня уходит где-то 2-3 мотка. Соответственно, ну, кому-то из девчонок тоже свяжу такой белый. Либо у меня там еще есть, по-моему, остатки. Возможно, я скомбинирую как-то. Может, полосочки сделаю. Классные. Они мне нравятся, эти джемперочки. Девчонки, когда им холодно, они их тоже надевают. И им нравится. Они не потеют. Ничего плохого в том, что это акрил не вижу. Страю я в стиральной машине. Я не скажу, что прям сваливается ужасно вот этот вот пух. И как-то выглядит некрасиво. Возможно, мне попались партии такие классные. Вот у старшей 2 таких джемперочка было. Один был белый и один серый. У средней дочки фиолетовый. У младшей желтый. А у меня вот красный с черным. Все эти джемпера я стираю в стиральной машине без проблем. Я потом ничего не расчесываю. Они прекрасно выглядят. Ну, возможно, сразу, когда первый день одеваешь. Там они как-то слипшиеся, эти волоски. Но потом за счет того, что постоянно идет трение об куртку, там, либо сумку, либо просто, когда руками двигаем, все разравнивается, все хорошо. Ничего дополнительного я не делаю. И я давно хотела себе связать тоненький шерстяной джемпер. У меня есть пряжа на это, но я не хочу вязать себе серый. Я вязала мужу серый джемпер. Он как-то в этом году сильных таких морозов, прям морозов-морозов не было. А так, на работу я ему вязала, чтобы был тонкий. На спицах номер 4 я вязала из кашмиры. Но, к сожалению, он его еще ни разу не узнал. Я же себе купила вот такого петрольного цвета. Не передается цвет. Более идет в фиолет. Больше в синий уходит. Но он такой, ну, не совсем он синий. Красивый цвет номер 403. Взяла себе упаковочку. Тоже на джемпер мужу с спицами номера 4 ушло. Четыре матка один у меня остался. И у меня там такой серо-голубой цвет остался. И более темно-серый. Ну, вот я захотела такого цвета. Не знаю, почему. У меня нет в гардеробе такого цвета. Ну, вот мне захотелось. Не знаю, подойдет он мне, не подойдет. Хочу с воротником высоким. Возможно, даже с двойным воротником. И чтобы он был с небольшой свободой облегания. Вот, ничего под него я одевать не хочу. Вот именно, чтобы он был теплый и воздушный, мягкий. Ну, мягкий в плане того, что он будет пластичный. И теплый при этом. Здесь стопроцентная шерсть. Классно. Мне эта пряжа нравится. Буду вязать. Вот. Но это шерсть, да. Впереди-то лето. Все сложим на подоконник. И я взяла пряжу, с которой я уже работала. Очень долго выбирала, какого же цвета я хочу себе взять. Эту пряжу. Это накокалика. Значит, здесь 50% акрил и 50% хлопок. Этот цвет фиолетовый номер 10287. Я не знаю, может, зеркально, наверное, камера стоит. Я не поставила в настройках. Так, значит, пряжа достаточно толстая. Здесь 100 грамм на 245 метров. Тоже на спице номер 4. Такого цвета у него тоже нет. Вот я сидела и думала, так. Там у меня есть такой. А, кстати, у меня типа петрольного даже есть, наверное. Вот фиолетового точно нет. Но там не петрольный. У меня джемпер, который с люрексом. Связан из Ализе. Симли. Ангора Симли, по-моему, называется. Там такой красивый зеленоватый цвет. Там зеленый цвет. Тут больше в синеву уходит. Есть вот красный. Есть светлый. Молочного цвета. Белого вот, кстати, у меня нет. Поэтому я рада, что взяла. Что у меня еще есть? Есть коричневый такой какао цвет. И зеленый. Ну, не зеленый. Мятный такой цвет. В общем, фиолетового у меня нет. Я хотела оранжевый. Потом подумала, что, наверное, нет. Не хочу оранжевый. Потом думала вот такой вот, как у меня майка, взять фуксию. Потому что мне кажется, что она мне подходит цвет. И, ну, в общем, остановилась на фиолетовом. Тем более, что фиолетовый цвет я люблю. И последнее, что я вам покажу. Это я уже не буду открывать. Значит, это пехорка. 100% хлопок. Вот второй плед должен был быть связан крючком. Белого цвета. Бабушкиным квадратом. Цвет 01. Хлопок натуральный. И тут метраж не то, чтобы очень тонкая она, но и не толстая. 100 грамм на 425 метров. Я хочу себе связать какие-то ажурные блузочки, кофточки, маечки. Что-то на лето такого цвета. Мне еще приедет темно-темно-синий цвет. Практически черный. Я не знаю, какой он будет, когда приедет. Потому что он на сайте выглядит черным. Реально черным цветом. Но он темно-темно-синий. Также я когда-то покупала бамбуковую пряжу темно-синего цвета. Мужу все шапок несколько хотела связать. Но так и не добралась. В общем, у меня идей много, что я хочу повязать. Но в первую очередь мне надо закончить сумку. Также я с детям продолжаю читать сказки. И во время этого я вяжу носочки. И хочу, конечно, повязать и джемпера. То, что касается игрушек и одежды для кукол. Ну, это будет как будет. По желанию. Немножко хочу тоже отдохнуть от игрушечек. Что-то... Вот на данный момент что-то мне хочется вязать изделие. Вот. Значит, по пряже все, что я хотела, я вам рассказала. Отвечу на 2-3 комментария. Я не буду вам их перечитывать. Значит, во-первых, там девочки мне... Спасибо всем, кто меня поддержал. В моем этом деле похудения продолжается дальше. Уже месяц прошел. Пошел второй месяц. И... Значит, мне написали, что нельзя назвать вот этот проект то, что я худею, потому что это от слова худо. Я, кстати, хотела посмотреть этимологию слова худею. От какого слова это произошло. Но в комментарии я ответила, что для меня это никак не связано со словом худо. Это точно так же, как и художник. Это тоже не от слова худо. Все-таки. Поэтому, как ни называй, мне все равно. Я не зацикливаюсь на этих словах. Я просто двигаюсь вперед и все. Потом мне написали, что диеты это зло. Это не диета. Это принцип питания, которым вам не нужно будет придерживаться всю оставшуюся жизнь. Сейчас, на момент, пока я скидываю вес, у меня идет просто дефицит калорий. Дальше, теми же принципами, я буду питаться по своей равновесной калорийности. То есть там можно будет делать какие-то нарушения. Но я думаю, что я не буду этим заниматься, потому что мне очень нравится то, что я кушаю. Мне очень нравятся те рецепты, которые я использую. Я их подстроила под себя, и я просто кайфую и наедаюсь. Мне вкусненько. И я не ем какие-то свои нелюбимые продукты. Я не сижу там на сельдереи и белокочанной капусте. Я ем то, что мне на данный момент хочется. Вот, например, вечером. Вчера мне нужно было поесть. Я думала, что я съем болгарский перец с курицей. Это последний прием пищи. Но так как ребенок болеет, я немножко замучилась за вчерашний день и вечером пошла прогуляться. Я, кстати, расскажу вам тоже прикол такой, чуть попозже. Значит, зашла в магазин и остановилась возле маринованных грибов. И мне так захотелось маринованных грибов. Это клетчатка. И я прям взяла. И вчера у меня вместо болгарского перца были маринованные грибы. Конечно, нежелательно на ночь это кушать. Я неправильно поступила, потому что на ночь маринад этот, в котором были грибы, и сами грибы немножко соленоваты были. И задержалась жидкость. У меня на сегодня, со вчерашнего дня нет отвеса. Вот, ну ничего страшного. Ну, хотелось мне вчера себя побаловать. Значит, какой прикол. Значит, зашла я в магазин еще, там, где продается химия и для красоты все. И мой взгляд остановился на баночке, там гель, хрем, по-моему, называется, для тела. Я очень люблю наносить, то, что касается всего тела, я обожаю наносить на лицо. Крема я не люблю использовать, потому что у меня кожа не любит этот момент, реагирует очень плохо на любую косметику, не декоративную, а уходовую, когда я наношу на лицо. И, в общем, я взяла этот, значит, баночка, там такая большая. Я посмотрела, там апельсин, ваниль, я такой, вкусненько будет пахнуть. Значит, помылась я вечером, намазалась этим кремом, такая, читаю, легкий согревающий эффект. И, значит, выхожу из душа, я прям почувствовала, как оно начинает так согревать, а потом как начало сжечь. Если честно, я очень испугалась, потому что я думала, надо, наверное, бежать и скорее это смывать, потому что меня как будто засунули в кипяток, и я ничего не могу сделать. Вокруг меня такой жар был, такое ощущение, что можно было спокойно в купальнике выйти на снег, и тебе не было бы холодно. В общем, да, легкий согревающий эффект оказался очень горячим. Вот, значит, это то, что про диету. Это не диета, а просто принципы питания. Там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И это, в принципе, на всю оставшуюся жизнь я согласна так питаться. Я себя не ограничиваю. Да, это не так, как я питалась раньше, немножко по-другому. Но при этом это здоровое питание. То есть у меня нету покупного мучного, но мучное я кушаю, потому что делаю сама. У меня нет в еде сахара, но я ем сладкие продукты, которые это все заменяют. В общем, в принципе, немножко поменялись рецепты мои, и все. И еще что-то я хотела сказать про спорт. Мне тоже написали, что лучше заниматься фитнесом каким-то еще, и за счет этого похудеть. У меня были три попытки худеть именно таким образом. После каждых родов, когда я приходила немножко в форму, через полгодика, я начинала активно заниматься спортом, чтобы сгонять вес, который я набирала во время беременности. Как итог, я сгоняла 2-3 килограмма, и потом ко мне прилипало 5-7 килограмм. После каждой беременности. И вот эти вот три беременности, если бы я, наверное, ничего не делала, было бы лучше, потому что спорт разжигает аппетит, спорт наращивает мышцы. У меня... Я делала биоэмбедансометрию. Я вам, наверное, покажу, как это выглядит. Вот так. То есть я сделала себе оценку состава тела, и у меня очень большой объем скелетно-мышечной массы. Вот я вам сейчас покажу, чтобы не быть голословной. Так. Там немножко мои данные. Тем, где я проживаю. Вот, смотрите. Вот мышечная масса. Скелетно-мышечная масса. Смотрите, где находится значок. То есть она у меня превышена. Очень огромное количество у меня скелетно-мышечной массы. Это не то, что плохо, но это и не очень хорошо, потому что мне... Я не спортсмен. И не хочу быть спортсменом. И мне это, в принципе, не нужно. Но вот... Ну, а что сделаешь? Конечно, хотелось бы, чтобы она была поменьше. Но будем убирать то, что точно нужно убрать. А это жировую массу. После того, как я сброшу тот вес, который я хочу, я повторю еще раз этот биоэпидансометрию. Она делается быстро. Стоит не то, что очень дешево, но, в принципе, можно это сделать. И когда я сброшу основную массу тела, я хочу пройти полностью недосмотр, сдать все анализы, посетить терапевта. Терапевта вообще я... Последний раз была 5 лет назад у терапевта, когда остановилась на учет... 6 лет даже, получается, назад. Когда остановилась на учет третья беременность. Только тогда я... Так вообще я врачей очень редко посещаю. Вот. Поэтому спортом я заниматься больше не хочу. Я уже 3 раза пыталась. У меня ничего не получилось. После этого разжигается жор. Когда занимаешься спортом, ты занимаешься, все держится хорошо. Потом происходят какие-то события, которые тебя убирают. Спорт из твоей жизни. То есть, например, болезнь. После болезни уже ленивый. Думаешь... И, кстати, когда болеешь, там же вес не растет. И после этого ты вроде кушаешь, как обычно. И даже многое вес не растет, потому что работает еще вот этот эффект спорта. А потом ты такой... О, отлично! Так лениво что-то делать. В общем, не буду я. Мне там пыхтеть. И потом вес набирается вообще просто моментально. Если начинаешь заниматься спортом, то это нужно заниматься постоянно. Либо очень контролировать свое питание. То есть, если хочешь похудеть, нужно и питание, и спорт. Я выбрала для себя чисто питание, а без спорта. Этого достаточно. Но это не значит, что я сижу постоянно на месте. Мы с детьми... Мы с детьми... Я сейчас младшую вместе со средней вожу в бассейн. Но так как бассейн только 7 лет, соответственно, с младшей мне нужно самой там быть, ее держать на руках. То есть, я в бассейн. И гуляю. Это предостаточно физической активности. Вот. Поэтому спорт... Я не хочу заниматься спортом. Я никогда его не любила. Меня всегда заставляли им заниматься. И, наконец, я когда выросла, и вот нашла вот этот принцип метаболической тарелки, и то, что на нем можно худеть без спорта, это просто было для меня открытие. Конечно, конечно, я хочу без спорта. Это самый лучший подарок. Вот. Так что все у меня, в принципе, хорошо. Кстати, да, смотрите. Вот классикация по проценту зажировой массы. Самая последняя строчка. Видите, у меня было ожирение, кстати, в первой степени. Сейчас я нахожусь вот здесь, вот в избыточной массе. Просто. То есть от ожирения я ушла. И это моя победа, конечно. Все. Рассказала вам, снова поболтала. Спасибо большое те, кто меня поддерживает. Те, кто говорит, что не очень это правильно, и нужно прислушиваться к родным, которые волнуются, что станет что-то плохо. Я делаю все правильно. Не вижу в этом ничего плохого. Вот. Я, конечно же, не для того рассказываю, чтобы и вы точно так же пробовали. Если вам подходит спорт, это круто, это тоже классно. Но я спорт ненавижу. Просто ненавижу. А, да, кстати, насчет спорта. Я делаю зарядку. Пять минут у меня уходит на зарядку. Делаю суставную зарядку. Разминаю все свои суставы. И немножко делаю упражнения на спину, потому что у меня со спиной проблемы. Все. Пять минут реально. Там даже пяти нет минут. Я как-то думала, что у меня где-то пять-десять минут занимает зарядка. Оказалось, даже меньше пяти минут. Это все у меня занимает. И, конечно же, я сейчас больше гуляю. Слушаю музыку. Привожу мысли в порядок. В своей голове навожу тоже порядок. Увидимся с вами в следующем видео. Надеюсь, что у меня будет что показать вам из игрушек. Но пока не могу сказать, что это будет точно. Посмотрим, что я буду вязать. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok